Задача Определить натуральную величину треугольника и центр окружности, вписанный в треугольник. Для решения этой задачи мы воспользуемся методом замены плоскостей проекции. И проведем горизонталь. Проведем эту горизонталь вот здесь, на фронтальной плоскости проекции. Кстати, не обязательно проводить горизонталь именно через эту точку. Можно провести и фронталь точно так же. А в месте пересечения горизонталью B2C2 отметим точку. Найдем эту точку на горизонтальной плоскости проекции. Для этого проведем сюда перпендикулярно линию связи. На B1C1 отметим точку. Точку получили. Ну, немножко великоватую. Сделаем ее поменьше. Вот такую. И проведем саму непосредственно горизонталь. Через точку A, через эту точку, что у нас получилось. И далее мы продлим. Это будет у нас продолжение. Продолжение. Ну, если так не получается, мы его просто так продлим тогда. Продолжение. И посмотрим, чтобы она проходила вот через эту заданную точку. Через заданную точку. И выровняем ее конец. Так, провели. Теперь, после этого, обозначим. Обозначим мы точку, так как мы строили. Эта точка у нас будет H, проекция 2. Это горизонталь будет H, проекция 2. И это H, проекция 1. А точку саму непосредственно обозначим 1, проекция 2. И точку 1, проекция 1. Обозначили. После этого проведем перпендикулярно горизонтальной проекции горизонтали новую линию пересечения плоскостей. И эта линия должна быть перпендикулярно горизонтальной проекции горизонтали. Ну, я поступлю следующим образом. Я скопирую вот сюда и поставлю. Для того, чтобы иметь. Значит, плоскость проекции P1, она останется здесь. Плоскость проекции P2, она у нас исчезнет. И вместо нее появится другая плоскость, которую мы назовем P4. Да, P4. Вот я ее сюда перенесу. Вот теперь действующие плоскости у нас есть. И назову ее P4. Теперь она будет называться P4. Дальше. Все точки, которые были здесь, A, B, C, они же будут присутствовать на плоскости P4 с индексом 4. И все они будут у нас лежать на линии связи, которые будут перпендикулярно новой линии пересечения. А у нас проведена. С точки B тоже проведем перпендикуляр. Вот в этом месте. И очевидно, что они будут лежать вот здесь дальше, на некотором расстоянии. А на каком расстоянии? Это расстояние, вот оно. Берется с той плоскости проекции, которую мы уже ликвидировали. Значит, точка A должна лежать у нас на расстоянии 21 мм. Так, точка C, она лежит у нас. Вот была ось пересечения здесь. Было расстояние 0. И, соответственно, B будет лежать вот на таком расстоянии. 50 мм. Теперь построим эти расстояния. Построим эти расстояния. Значит, первое. C, она остается 0. Значит, точка C у нас будет находиться вот здесь, в этом месте. Дальше я подпишу сразу, чтобы удобно было потом расставлять. Это будет у нас C, проекция 1. Потом нам еще будет точка B, проекция 1. И точка A, проекция 1. Нужно. Так, не 1, это уже будет. Вот, мы уже убрали, это будет 4, соответственно. Это тоже будет проекция 4. И это будет проекция 4. Все, заготовили. Значит, C у нас есть. C у нас есть. Поставим ее сюда. Дальше. А, проекция. Это 21 мм. Отложим отрезок 21 мм по вот этой линии. 21. Ну, и я еще проведу отрезок от точки пересечения сюда в А1. Для чего? Для того, чтобы можно было удалить нам ту линию, которая лишняя. Вот ее удалим. И вот здесь остался отрезочек 21. Здесь поставим, вот у нас стоять, точка А с индексом 4. С индексом 4. Ну, и точка B на расстоянии должна находиться у нас, получается, мы измерили 50 мм. Ну, то есть, откладываем эту точку B в том же направлении. Продолжение 50 мм. Ну, нашли, да, положение. Нашли положение вот этой точки. Это точка B. Вот она. Ну, теперь мы соединим то, что у нас получилось. И, как видите, все эти точки расположились на одной линии. О чем это говорит? Ну, что в данном случае наша плоскость повернулась и заняла положение. Какое? Перпендикулярная плоскости проекции. Теперь нам нужно еще раз сделать что? Заменить плоскость проекции. И заменить ее так, чтобы она была новая. Вот так, параллельно располагалась этому полученному изображению. Значит, отобразили. Да, плоскость. Где теперь будут у нас и что меняться? Да. Значит, P4 у нас останется плоскость. А вместо P1 появится новая плоскость проекции. И это будет у нас плоскость проекции. У нас уже называется так. P5. Перенесем ее поближе сюда. Вот так. Вот что у нас теперь есть. Ну, и теперь проведем линии связи. Линии связи должны быть у нас лежать перпендикулярно. Ну, давайте проверим, как они у нас лежат тут. Перпендикулярно здесь. Ну, и раз это перпендикуляр, то мы его что, скопируем и поставим в другие точки. Так, есть. Вот сюда мы должны поставить и сюда в эту точку. Так, теперь мы должны, теперь будем поставить здесь, отложить от оси расстояние. Расстояние. Теперь давайте подумаем. Значит, у нас, какие мы расстояния должны отложить? У нас плоскость P5, P4. P1, вот она была, да? И теперь она нам не нужна, да? То есть, мы берем расстояние эти с P1. То есть, вот они расстояния. Вот эти расстояния мы отсюда берем. Потом вот это расстояние и вот это. Ну, обратите внимание, что эти расстояния у нас получаются большие, довольно такие. И ничто нам не мешает сделать следующее. Укоротить эти расстояния. То есть, как имеется в виду укоротить? Мы, вот я параллельно плоскости перенесу сюда отрезочек. То есть, я от каждой координаты определю, отниму определенное значение. То есть, вот эту величину отниму. И теперь в результате у нас получится, что новые появятся проекции. Давайте я сразу заготовки сделаю. Это будет у нас C, будет 5 соответственно. Это будет у нас A5 и это будет у нас B5. Значит, где будет у нас находиться C? У него координата получается, ну, вот это, минус это, остается что? 0. Значит, будет находиться в той же точке, где у нас находится и C4. Дальше. Координата A. Для координаты A необходимо поизмерить размер. И размер этот будет вот он. Это будет из этой точки и до оси. Это 64 миллиметра. Сразу измерим для координаты B. Это какая будет координата? 38 миллиметров. Ну и теперь продлеваем. Да, продлеваем. Здесь отрезок продолжения. И эта точка A, значит, должен быть 64 миллиметра. А отрезок вот здесь, B, продолжение должен быть 38 миллиметров. 38 миллиметров. Обозначим вот эти полученные точки. Одна. Вторая. И третья у нас есть. Теперь соединим полученные точки. Соединим. Так. Ну. C5, если координата 0, тогда находиться здесь. Да? Правильно? Вот так. Дальше. А подвинем здесь. И B подвинем здесь. И соединяем полученные точки. Вот. Значит, выделим. Это наша натуральная величина. Вот она нашлась. Натуральная величина. Треугольника. Ну а теперь нам нужно еще построить, построить, соответственно, центр вписанной окружности. Напоминаю, центр вписанной окружности – это точка пересечения биссектрис. То есть, у нас есть вот один угол. Здесь. Второй. Здесь. И третий. Здесь. Три угла. И теперь построим вот эти биссектрисы. Здесь. Ну, если это угол 9 и 18. 27. Так. Смотрим еще раз. Проверим. Мы хотим разделить вот этот угол. Он у нас 8 градусов. И минус 8. И еще 10. Да? Вот. Одна биссектриса. Дальше. Теперь мы хотим поделить вот этот угол. Значит, 172 минус 32. 140 должно остаться у нас. И, ну, третья, она само собой получится, будет пересекаться где? Вот в этом месте. В этом месте. И полученная точка будет являться центром вписанной окружности. Все. Задача решена.